Здравствуйте, меня зовут Юзеф Креницкий. Я врач-терапевт, работаю с 1971 года. Занимаюсь практической гомеопатией более 25 лет. В этом видео вы узнаете о пищевых добавках. Пищевые добавки используются человечеством очень давно. Их сначала писали на упаковках полностью, а потом, когда их количество настолько увеличилось, то, что их решили обозначать и упростить систему, обозначая буква Е и цифровым кодом. В настоящее время трудно найти продукты без пищевых добавок. Итак, с 1953 года Европейским Союзом-діетологов был удовлетворен список разрешенных использований пищевых добавок. Вот почему стали обозначать пищевые добавки буква Е, то есть Европа, и цифровым кодом, где группа определяется по первой цифре после Е. На сегодняшний день пищевых добавок более тысячи. Ну, рассказать о всех практически невозможно. Я хочу рассказать о тех, которые наиболее часто встречаются, которые полезны, которые нейтральны и которые вредны для здоровья. Итак, пищевых добавок более тысячи, и они делятся на классы. Это антиоксиданты, ароматизаторы, вещества противслеживания, загустители, консерванты, красители, пенообразователи, подсластители, разрыхлители, регуляторы кислотности, стабилизаторы, текстуаторы, усилители вкуса и аромата, фиксаторы окраски, эмульгаторы. Видите, сколько я вам назвал? Всего того, чего мы употребляем в пищу. Все пищевые добавки можно определить по первой цифре. Красители начинаются на Е100, консерванты на Е200 и так далее. Давайте рассмотрим полезные, те, которые не влияют на здоровье, и те, которые очень опасные, приводящие к непоправимым изменениям, вызывающие болезни. Болезни, чтобы знать, как избегать тех пищевых добавок, которые могут наносить непоправимый вес здоровья. Самым простым пищевым добавком, который люди использовали очень давно, и они давно доказали на практике свою безопасность, являются обычная поваренная соль, винный уксус, лимонная кислота, фруктоза, сахар, пищевая сода, молочная кислота, естественные красители, но даже они должны употребляться в зависимости от возраста, в определенных количествах, потому что, если употреблять чрезмерно, могут вызывать проблемы. Полезным пищевым добавкам относят небольшую группу, куда входят куркумины, это растительное происхождение вещества, хотя, если мы их видим на упаковках, то они в большей мере производятся синтетически в настоящее время. Хотя, по принципу, они были естественного происхождения. Рибофлавины, каротины, лютеина, скорбиновая кислота, токоферолы, пектины, лейцин, лизин, йодат, кальция. Эти пищевые добавки, они в основном полезны, потому что это аминокислоты, витамины. Но их, как видите, не так очень много. Есть целая группа нейтральных веществ, которые используются в качестве пищевых добавок. К ним относят танины, сорбаткалия, уксусная, молочная, лимонная, яблочная кислота, углекислый газ, витамин Е. Большая группа красителей, которые придают продуктам красивый, привлекательный вид. Ну, например, красители на Е100 начинаются, из них самые вредные это Е122 и Е132. Характер воздействия на человека, консервантов и стабилизаторов по механизму действия похожи на действия антибиотиков. Они убивают микрофлору, грибки, бактерии, тем самым сохраняют продукты от почек, от гниения. В организме человека они могут наносить ущерб полезной микрофлоры, кишечники. но уровень этого воздействия частично снижается, потому что поступая в желудок, там свободная сливная кислота их частично разрушает. С каждым годом количество пищевых добавок растет. Многие производители просто не пишут на упаковке полную информацию о добавках, а если пишут, то такими мелкими буквами, что прочитать их практически невозможно. В продуктах повседневного рациона это колбасы, рыба, твердые сыры, сырки, майонезы и очень многие продукты содержат консерванты, красители, различные пищевые добавки, среди которых много вредных. Из них есть 621, глютамат натрия, улучшитель вкуса, очень часто используется, вызывает расстройство желудочно-кишечного тракта, нарушает функцию нервной системы, опасность для детского возраста. Е250, нитрит натрия, консервант и обладает красительным действием, придает мясным продуктам красивый розовый цвет, вреден для дневной системы и опять же для желудочно-кишечного тракта. Е200, Е210, бензойная и сорбиновая кислоты, выраженные аллергены. Е220, диоксид серы, отрицательное воздействие на почки. Е320, антиоксидант, по действию канцерогена. Е102, 110, 132, 127, это все красители, которые отрицательно воздействуют на желудочно-кишечный тракт, вызывают аллергии. Ну, например, Е127, он еще может давать отрицательное влияние на щитовидку, вызывает гиперсекреции. Многие пищевые добавки в настоящее время запрещены в мире. Многие страны запретили их, потому что из процессов практического употребления были выявлены их недостатки и вредное влияние на состояние здоровья человека. Таким к пищевым добавкам относят Е121, Е128, Е124, Е240, Е216, 123, Е217. Они обладают мутагенными свойствами, вызывают онкологические заболевания. Поэтому старайтесь использовать свежие продукты, готовьте самостоятельно, будьте внимательны к товарам и к производителям, от этого будет зависеть ваше здоровье. Понятно, что рекомендации ведущих диетологов мира, практических врачей сходятся в едином мнении, что с одним добавком нужно относиться грамотно, со знанием их особенностей, потому что полностью исключить их употребление практически невозможно. если мы заходим в супермаркет, хотя бы в одном из них висел плакат, где бы указывали, какие пищевые добавки полезны, какие вредны, чего надо опасаться. практически такого не наблюдается. Поэтому, конечно, лучше употреблять чистую, экологически чистую пищу, без всяких вредных добавок, выращившим без химикатов и пестицидов. Это очень важный момент для сохранения здоровья. Будьте внимательны в выборе продуктов питания. Благодарю за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь моим видео в соцсетях, я всех принимаю в друзья и подписывайтесь на мой канал на ютубе. Конечно, задавайте ваши вопросы в комментариях внизу под моим видео. Далее будет много полезного. А сейчас я вам желаю здоровья. Ваше здоровье зависит только от вас. С вами был Юзеф Клиницкий. До ,